Друзья мои, мы уже не раз разговаривали с вами по поводу того, что Лукашенко то продает Украине электроэнергию, то он ее не продает, то опять продает, то Украина хочет, то Украина не хочет и вообще что тут происходит. Это вообще, понимаете, количество информации и дезинформации такое уже зашкаливает просто за какие-то разумные рамки и непонятно, что происходит на самом деле, честно говоря, слабо понятно даже уже в Украине. А покупаем мы вообще в Белоруссии электричество или нет? А если покупаем, то нахрена оно нам сдалось? У нас своих куча атомных электростанций, я уж про тепловые и гидро просто молчу. То есть что вообще, где здесь правда? Правду здесь найти довольно сложно, я вам честно скажу, но все это выглядит следующим образом. В Украине есть закон, запрещающий покупать электроэнергию у страны-агрессора. Имеется в виду Россия, но Беларусь в данном случае самостоятельной страной не считается, это какой-то там федеральный округ, поэтому Беларуси тоже в принципе касается. То есть покупать вроде бы оттуда нельзя, но если очень хочется, то можно, если объявить, что это там какие-то аварийные подключения, какие-то пиковые нагрузки и так далее, значит вроде уже и можно. А если можно, то тогда встает вопрос, а зачем? Зачем покупать электроэнергию, произведенную, да, там, то ли страной-врагом, то ли ее прокси? Ну тут есть, как по мне, только одно объяснение, цена этой электроэнергии, по всей видимости цена с Лукашенковской АЭС 3 копейки. Намного дешевле, чем то, что предлагают предприятия Ахметова. И именно вот это и является краеугольным, как бы, камнем того, что какое-то количество, это небольшое количество на самом деле, но некое количество электроэнергии покупают, идет переток с Беларуси. Теперь вопрос следующий, а зачем вообще это все делать? Ну реально, зачем использовать белорусскую электроэнергию, либо до этого использовали там какое-то время российскую? Ну кому это надо, если своих станций полно? Ну опять тут надо понимать, что творит Ахметов. Ахметов в пик сезона выводит в ремонт кучу энергоблоков, кучу электростанций, и они просто стоят мертвым грузом. А к лету их починят, не сомневайтесь. Починят, ага. Они типа сломались. Они типа сломались, чтобы накрутить стоимость электричества. И тут действительно правительству не остается большого пространства для маневра, особенно учитывая дневные всплески потребления и ночной, наоборот, спад потребления. И то, и то довольно опасно для энергетического баланса страны, и с тем, чтобы каким-то образом это все компенсировать. Ну так все спланировано, что нужно иметь энергию еще откуда-то. А еще откуда-то это только Россия и Беларусь. Почему? Потому что из Польши, увы, Ах пока что нельзя. Там у нас только Бурштинская АЭС подключена, по-моему, к Венграм с той стороны. И может использовать с той стороны электроэнергию, вот эта часть. Но это только Закарпатье там и все. А все остальные вынуждены использовать наличную... То есть то, что есть в наличии. И то, что подходит по, я так понял, по напряжению, по силе тока и так далее, по техническим параметрам. А подходит только вот Россия и Беларусь. То есть то, что они производят, естественно, потому что оно произведено на том же самом оборудовании. И, скажем так, приемлемо для нашей сети. Поэтому приходилось покупать когда-то на России, и теперь приходится покупать в Беларуси. И, несмотря на то, что с точки зрения нормального украинца, Беларусь уже, собственно говоря, упала под Россию. И является ли она самостоятельной его страной, уже, по-моему, вопрос даже не стоит. Таким образом, электроэнергию действительно в некоторых довольно ограниченных количествах покупают в Беларуси с тем, чтобы выровнять пики вниз и вверх при потреблении и, наоборот, отсутствии потребления в Украине. Теперь, что произошло в последние дни. И действительно покупалось там несколько дней в течение ноября. Потом приходит письмо от Белэнерго. Ну, понятное дело, что Белэнерго само по себе ничего не решает. Понятно, что заявила в этом Лукашенко. Лукашенко дал под зад Путин. И они пишут, что ни хрена бы вам не поставим и поставлять не будем. Ни больше, ни меньше. Окей, хорошо. Не будете, то и не будете. На следующий день заявляют, что это вообще письмо есть. Но это вы все правильно поняли. Мы вам поставляли электроэнергию и поставлять будем. А вот это письмо мы направили тем компаниям, которые у нас когда-то покупали, но сейчас они не покупают. И вот если они захотят покупать, то мы им заранее сказали, что мы им ни черта не продадим. Ну, как-то так. А вот в Украину продадим. То есть другим компаниям. Короче, друзья мои, черт ногу сломит. Каждый день делаются взаимоисключающие заявления, что с одной, что с другой стороны. Особенно с белорусской стороны, честно говоря. День продаем, день не продаем. Факт остается в том, что на сегодняшний день белорусская электроэнергия Украины покупается. В небольшом количестве. Да, но покупается, да. И насколько это будет продолжаться, мне сказать очень сложно. Тут уже, знаете, тут уже и экономика, и внутренние цены украинские, и политика. И что ты только не хочешь. Тут все смешалось в коне-люди. А результат таков, что на сегодняшний день пока что Украина покупает незначительное количество электроэнергии в Беларуси. Это факт. Украина покупает незначительное количество электроэнергии в Беларуси.